МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом прямо сейчас. Кировск, Мира-6. В этом доме запланирован ремонт фасада и кровли. Леса частично поставлены. Рабочие походили туда-сюда и ушли. На крыше вообще тишина. Тем временем после каждого дождя квартиры заливает. Стена вся сырая. Стала проходить по всему окну сырая. Зашла на кухню, а на кухню смотрю, мы только в прошлом году уже не выдержали, сделали ремонт. Вот у меня подтекало, специально эти плиты наклеили, чтобы держало. Смотрю, и тут вот прямо даже вот видите, вот она сырая. На юбилей на 7 леса поставили полмесяца назад. И все. Жители всерьез опасаются, что капремонт кровли осенью обернется для них большими проблемами. И люди говорят прямо, нам такой ремонт не нужен. Было собрание, сказали, 16 июня начнется. Ну, лето прошло, осень, какая у нас осень, вы знаете, накануне зима. Что следует ожидать? Эти два дома в Кировске и еще два в Апатитах взялась ремонтировать питерская фирма АДЭКО. И везде срок истекает в сентябре. И везде это под большим вопросом. Планируется выставить по 15 человек на каждый дом, это фасадчиков, и где-то до 8 человек кровельщиков. Я думаю, что это вполне разумно, чтобы они не мешали друг другу. Эти планы гражданин Михайлов озвучил ровно месяц назад, 8 августа, когда и так сроки начала работ были сорваны. Но он клятвенно обещал, с 14 августа ремонты закипят в Апатитах и Кировске. Первое очередное это кровли. Потому что пока у вас тут не опустилось большое облако и не стало дождить, но это надо сделать. У меня есть уверенность, что 15 сентября мы, ну если, так сказать, не в полном объеме, то мы будем уже красить и докрашивать точнее. И с вами увидимся рядом с каким-то домом. Может быть, вы меня там поругаете. Напомню, это заявление от 8 августа. Видимо, у строителя дар убеждение. Заказчик фонд капитального ремонта ему поверил, но строго-настрого пригрозил. Через неделю проверим. Не начнется ремонт, разорвем контракт. И это самое-самое последнее предупреждение. И весь капремонт, и жилищное хозяйство – это очень сложное дело. Прошла неделя. Ни лесов, ни работяг. И опять отсрочка, и опять самое последнее. А ДК уже обещали еще вчера приступить. Вот они вчера привезли дожди, и они пока еще, ну, как сказать, приступили, можно сказать. Но еще, я-то считаю, приступили, когда начали делать кровлю. Но пока они собирают леса, пока, ну, вышли на объекты. Ну, не знаю, я вот проезжал на домах, еще ничего нет. Ну, доложили не таким образом. Сейчас мы, кстати, тоже пройдем, посмотрим. Посмотрим. Я еще раз говорю, в четверг мы опять здесь собираемся. Если нет, то мы с ними будем расторгаться и искать более надежных подрядчиков. Прошла еще неделя. Договор не расторгнут, работы не начались. Собралась представительная комиссия. Вот на данный момент мы должны это были увидеть уже части выполненного фасада и крышу. Как минимум 50%. Мы этого не видим. Мы даже не видим начала работы. Извините меня, выстраивание лесов. До странности лояльно ведет себя стройконтроль, который может в любой момент остановить работы. Хотя чего тут странного? Стройконтроль – частная лавочка, которая получает процент от суммы контракта. Разорвут контракт, не будет денег и у контролера. По юбилейной 7 и Мира 6, если они в течение вот этой недели не активизируются, то будет принято решение о расторжении договора. То есть даже если они поставят леса и начнут что-то полупать? Ну, для стройконтроля проблем нет. Там не полупать, все зависит от количества народа. Мы же потребовали с них, чтобы был график и количество людей. Буду ездить проверять. Если количество людей соответствует автоматически, ну, работа будет двигаться. Но прокуратура, городские власти, госжилинспекция настоятельно рекомендуют фонду капремонта прекращайте этот так называемый ремонт. Расторгайте контракт. Смысл сейчас, чтобы они вскрыли так же крышу и потом выкручивали вам руки? Смысл, я думаю, нет. И фонд капремонта, внимание, дает таки АДЭКО очередной последний шанс. Если сейчас все-таки они выйдут по этим кровлям на объекты АДЭКО, успеют, не успеют, есть ли риск-то тут для жителей? Риск для жителей есть всегда, когда разбирают над тобой крышу. Но есть технологии, по которым можно работать и сейчас, и зимой, и так далее, и так далее. А риск всегда есть. Еще неделя в Кировске все так же тишина. А это объект той же конторы в Апатитах. Вот Ленина 12 в Апатитах. Видно, что к дому завезли материалы для ремонта кровли, но не видно самих работ. А на дворе уже начало осени, и вообще работы должны идти к завершению. И таких проблемных домов по Кировску и Апатитам 5. Кто виноват в срыве капитальных ремонтов в наших городах? Об этом прямо сейчас. Я понимаю подрядчиков. У коммерсантов интерес один – получать деньги любой ценой. Не укладываемся в сроки, получим штраф, не беда, сэкономим. Можно не тратиться на каски, да и мастерки рабочим ни к чему. Рукой раствор покидают. Много на чем можно сэкономить. Тем более, когда заказчик позволяет. Складывается впечатление, что фонду капитального ремонта итоги этих самых капремонтов вообще до лампочки. Я считаю, что мне некорректно со своей стороны комментировать эти деяния руководства фонда. Своё мнение я скажу руководству области. Думаю, что оно будет учтено. И в прошлом году бились за каждый дом. То есть в прошлый год у нас осложнялся недобосудительная работа подрядчика. То есть итоги которого до сих пор фонд обязан устранить совместно с ООН «Никирусом». В этом году больше домов, естественно, больше подрядчиков. Но, тем не менее, проблемы, которые мы видели в прошлом году, они и остались и в этом году. То есть реального улучшения качества работы фонда мы не наблюдаем. А фонд капремонта тем временем уже построил планы на следующий год. В его программу попали 19 домов Кировской и Апатитов. И большой вопрос. Эта новость для жителей хорошая или плохая? И веское примонт, и жилищное хозяйство – это очень сложное дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова